Водитель общественного транспорта на заре троллейбусного движения в Самаре был работником универсальным, рассказывает Иван Алексеевич Ильин. Он рогатым вагоном управлял и путь себе сам прокладывал. Дороги были плохие, а зимой их и вовсе не чистили. Поэтому без лопаты и ящика с песком и залой водители в рейс не отправлялись. Вот мы работали зимой, обязательно мы брали соль. В мешочках такая соль, понимаешь, насыпал, для того, чтобы стекла подносить. Зеркало-то не видать, замерзали. Сейчас прелесть сидеть в кабине, понимаешь, в нашем троллейбусе. А тогда какие троллейбусы были? Нет. Нажимать на эту, нажмешь, там тепло вроде немного идет, боюсь, как бы не поджечь все. Билет на троллейбус стоил чуть дороже трамвайного, однако популярностью от этого пользовался не меньший. Маршрут проходил от площади революции до ЖД вокзала, а оттуда на электричках заводчане уезжали на безымянку. Пассажиры не умещались в салонах. Тогда просто на крышах ездили. На лестницах, на крышах, двери не закрывались. Работа на троллейбусе, рассказывает Иван Алексеевич, сложная и очень ответственная. Следить нужно сразу за всем. Невнимательность водителю может обернуться бедой. Я только самостоятельно начал работать, самостоятельно. И вот недосмотр мой был, наверное, так сказать. И у меня спустили обои баллона, заднюю, знаете, я не заметил. А тогда строго было. Был у нас главным инженером ИОРГов. Он хороший мужик был, он директором был, а он тогда был у нас главным инженером. Ну, прихожу, он меня вызывает, говорит, ну что, наверное, платить придется тебе за эти баллоны, и все, тут накажем мы тебя туда. Ну, практически ничего не наказали, а все прошло. Попугал он немножко меня. Урок был для меня, совершенно правильно. Уроки полезные из жизни выносил, а вот пугливым Иван Алексеевич не был. Его закалила война, куда он попал совсем еще мальчишкой. Страшно было, конечно, страшно. Не только слово страшно, но, знаешь, как, вот сейчас 17 лет, а тогда я уже пошел в запасной полк, винтовка выше меня. После войны молодой парнишка решил не оставаться в родной деревне, а уехал в город. Потому рассказать о Самарском троллейбусе Иван Алексеевич может много удивительного и интересного. С предприятием у него связана вся жизнь. Даже любовь нашел в троллейбусе. Супруга моя работала кондуктором. Вот, мы познакомились. Прожили мы с ней 41 год. У нас родилась дочь. Руководство профессионализма Ивана Алексеевича оценило. Из водителей его перевели на руководящую должность предприятия, где он и проработал до самой пенсии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова